Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спич Кит. Юникредит ищет покупателя на свой российский банк в Индии и Китае. Итальянский банк Юникредит расширил поиск покупателя для своего российского бизнеса, активизируя усилия по уходу из страны. Российский дочерний банк может быть продан инвесторам из Индии и Китая. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Reuters. Юникредит провел переговоры с местными покупателями, но усиление западных санкций помешало этим усилиям, вынудив расширить поиск, включив в него такие страны, как Китай и Индия, где по словам одного из источников могут найтись покупатели. В мае генеральный директор Юникредит Андреа Арсель заявил аналитикам, что санкции постепенно снижают шансы на сделку с российским покупателем. И окно стало совсем небольшим. Российский бизнесмен Владимир Потанин, чья холдинговая компания Интерос, купила российское подразделение Соуси Тейджен Эл, Росбанк сообщил, что отклонил предложение о покупке также местного подразделения Юникредит. Инвесторы в Китае, Индии или Турции, странах, которые не поддержали санкции против России, могут быть заинтересованы в активах, стоимость которых снизилась из-за бегства западных фирм после вторжения в Украину. Юникредит входит в число европейских банков с наибольшим участием в России, где он управляет 14-м по величине кредитором страны. Глава Европейского банковского надзора Андреа Энриа в пятницу выразил надежду на то, что европейские банки быстро справятся с задачей уйти из России. Ранее глава Наблюдательного совета Европейского центрального банка Андреа Энриа заявил, что все крупные банки еврозоны могут выдержать полное списание своих активов в России и при этом соблюдать требования к капиталу. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.